Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше ми всіх хворих, якщо можемо вилікувати за день-два, самі залишаємо. Ми надаємо їм першу хірургічну і всі остальні допомоги і відправляємо на евакуацію в центральне госпіталі. Добавил DimaTorzok 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 что мы тут с хворим сделаем, она идет сразу в Запорожье, все снимки, все, что мы ему сделаем. Сейчас у нас появляется второй этап эвакуации раненых из госпиталя, который принимает первых ребёнок из поля боя с места событий и дальше мы их перевозим уже в областный центр на второй этап лікувания. То есть там надается невідкладная допомога, на втором этапе уже надается плановая допомога. Это наши хлопцы, которые были на первой лініи, они получили ранения. Я думаю, больше я подробностей не буду рассказывать. Само сейчас мы выполним эвакуацию с так называемого стабилизационного пункта. Не всегда мы принимаем хлопцев именно на стабилизационном пункте. Мы можем приймать их и безусловно с места подий. Наша главная задача – это выполнить эвакуацию, чтобы хлопцы остались живыми с места утримания травмы до места надания специализированной допомоги. То есть мы выполним всю первую невідкладную медичную допомогу. И все стабилизационные методы, которые мы можем использовать тут в машине эвакуации. Ну, самые частые травмы, которые мы тут встречаем, мы видим, это вогнепальние поранения, это осколочные поранения, это контузии, это мінно-вибуховые травмы. Мы делаем все согласно протоколу и алгоритмам по протоколу марш. Мы делаем зупинку критичної кровотечи. Это чаще. Это накладание жгутов, накладание бандажей, давлячих повязок. Мы делаем заболения, мы делаем оценку прохитности дихольных шляхов. Все, что нужно компенсировать у хворого по дороге до госпиталя, все это компенсируемо. Тут накладаем шины на переломи, на открытые травмы, делаем зупинку кровотечи. Проводим огляд повных хворого в дороге. Виявляем еще какие-то смежные травмы, рани и другие. Також надеемо допомогу. И уже таких более стабильных пациентов привозимо до госпиталя. Ну и, естественно, делаем венозный доступ, начинаем проводить лечение специализованными препаратами. Как чувствуешь себя, другая? Не точный сейчас? Нет. Все хорошо? Да. Спать хочешь? Да нет. Голова вбалит. Угу. Там знаболения сделали. Мы пока что не будем читать бувляти. Кажи, если будет посилюваться, то скажи. Добре? Добре. Нам набагато спокийнейше, когда постраждали, находятся в сведомости. Это значит, что ситуация более-менее контрольована. Поэтому мы стараемся поддерживать диалог, разговаривать, чтобы мы видели, что человек в сведомости, что не нужно выполнять крайне мере реанимационные мероприятия. Когда в сведомости, всем спокойнее. Продолжение следует... 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 и так далее. У нас есть хорошая статистика по нашей медицинской роте. Все хлопцы, которых мы принимали с ранеными, друг с другом, с разных мест эвакуации, все доезжали до лекарей, все живые. То есть мы не потеряли ни одного хлопца в этот самый критический час, эти первые часы после ранены. Не дыхаем! ДХМ-роцинтез, но подместный, никаких... А я бы на стойку пошел. Нет, брюхи боковые, дай ты идешь. Тальто? С кого кто? А что бы не поднять? Ну да, мы тут не живем. Когда все удело, вот у нас случай.